Привет, уважаемые! А знаете ли вы, что жизнь современного человека протекает в условиях тотального, хронического авитаминоза? Нашим организмам хронически не хватает витаминов. Притом не хватает не только зимой, но и летом. Друзья, сейчас я поделюсь с вами способом, как обеспечить себя витаминами круглый год. Эта моя технология уже отработана не один год и не два. И вот, каждый вечер у нас на столе стоит миска с мороженными ягодами и фруктами. Это как закон. И покуда мы принимаем ванну, эти фрукты растают. И после ванны мы употребляем... Я даже не знаю, как его назвать правильно. То ли фруктовый коктейль, то ли фруктовый йогурт. Потому что этот йогурт, как бы, делается на основе кефира. Обычно мы берем обезжиренный 1% кефир. В повседневности между собой мы называем этот продукт или это блюдо просто словом коктейль. И так продолжается уже несколько лет. Ну вот, сколько у меня существует в морожене 4-й год. Сколько я заготавливаю множество фруктов и ягод. Притом, этот продукт можно использовать не только как десерт. Это может быть даже основным блюдом, если вы решили похудать. Потому как этот коктейль обладает очень низкой калорийностью. Но прекрасно удаляет голод. В тех случаях, когда я решаю сбросить вот этот мамон, это становится моим основным продуктом. Ребята, это не шутка. На этом продукте я сбрасываю буквально за месяц 10 килограмм. Так что с этим не шутят. Это хорошее дело. Для приготовления этого коктейля я открываю в морозильник и достаю то, что я заготовил летом. Вот смотрите, у меня вот здесь вот шуковица. Вот так вот. Насыпаю шуковицы. Смотрите, вот у меня груша. Насыпаю груш. А вот, смотрите, вот это у меня клубника. А так же. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Друзья, сейчас я вам показываю то, что проделываю каждый вечер. Вот. Ягоды уже растаяли наполовину. И между руками пересыпаем стакан блендера. Конечно, немного раньше можно было делать более разнообразный коктейль. Так как в запасе было больше фруктов и ягод. Ну, а сейчас уже лето. Так что осталось только три разновидности. Вот клубника, шуковица белая, черная и груши. Ну, ничего. Уже началась первая клубника. Так что скоро будет все свежее. Вот так вот. Беру кефир. У меня обыкновенный, 1% кефир. И вот так вот. Заливаю. Беру блендер. Хорошо. Ребята, вот это самый вкусный десерт из натуральных продуктов, какой только можно придумать. Поверьте, это очень вкусно. Не требует ни меда, ни сахара, ничего. Это приятно, это вкусно. Это ожидаешь каждый день, чтобы вот на сон грядущий. Тем более, что на сон грядущий на ночь желудок потребляют молочнокислые бактерии. Это очень хорошо на ночь. Это прекрасно. Это утоляет голод. Это приятно пить. Это приятно со всех сторон. И если, мужики, полю фишку, если вы добавите сюда немножко имбиря и перебьете, и это будет, и это будет регулярно, я вас уверяю, что потенция вырастет на 30%. Проверено. Это я вам вручаюсь. Так что, а вот сейчас я в ванну, коктейль еще немножко подогреется, я выйду с ванны, распаренный, разогретый, разогревший и выпью вот этот вот, выпью вот этот коктейль. Поверьте, это стоящий продукт, этим стоит заняться, потому что с этим поменяется ваша жизнь, улучшится ваше здоровье, улучшится ваше настроение, улучшится ваш строк, и ради этого стоит жить. Ребята, сейчас начинается лето, пора, начинается пора заготовок, заготавливайте, заготавливайте фрукты. В замороженном состоянии продукты незначительно, совсем незначительно теряют свои витамины, и этим вы обеспечите себя на целый год. А этот сюжет я записал полгода назад, в январе, воспользовавшись тем, что жена решила разморозить морозильную камеру. Так что я сейчас наглядно покажу, что и как мы заготавливаем впрок. Вот вы видите стопы пакетов с мороженными фруктами и ягодами. Под задней стенкой сложена клубника, у нас было заморожено порядка 6 ведер клубники. Вот желтые пакеты, это абрикосы, всего было около 3-4 ведер. Вот зеленые дольки, это груша, ведра 3-4. Под передней стенкой, это шелковица. Шелковица у нас своя, черная и белая, около 5 ведер. Малина. С этой стороны вишня. А с этого торца зелень. Вот сверху подписано щавель, видно перец, а под ними в пакетах зеленый лук, чеснок и укроп. Притом имейте ввиду, что на момент съемки уже была середина зимы и значительная часть припасов была уже благополучно съедена. Да и снаружи морозилки еще дожидается своей очереди в морозилку немалая куча заморозки. А сейчас в продолжение ролика я покажу, как я... Поскольку клубника уже началась, вот именно на клубнике я покажу, как заготавливать, ну в данном случае клубнику, она так же, таким же образом можно заготавливать все и как это слаживать в холодильник, в морозильник. Процесс заготовки фруктов и ягод всегда один и тот же. Всегда это происходит по одному сценарию. Заготавливаются фрукты, ягоды и вот так вот кулерчик салопановый накладаем, ну приблизительно может быть полкилограмма, может быть 800 грамм. И вот так вот я распределяю. Эта клубника крупная. Вот, вот, вот так вот я завернул. Есть один пакет. Также беру... Также беру второй пакет. Снова так распределяю равномерно. Вот так вот выпускаю, вот, ну заворачиваю и на желток. И теперь оба я этих утрясаю так, чтобы выпуклости и упадины взаимно совпали. Вот так вот. И тогда, когда уже в морозилке вот эти слои, вот эта стопка, обычно она такая большая, я в морозилку беру и вот так вот, вот так вот столбиками загружаю. И когда она замерзнет, они между собой как бы не скреплены. Но благодаря тому, что выпуклости и упадинки они совпали, и вот этот пакет получается, он такой очень плотный. То есть, до тех пор, куда вы это все не рассоединили, получается очень компактно и много помещается фруктов, ягод. Вот и весь секрет. Заготавливайте. Сейчас настало время. Сейчас время кричит. Заготовка. И я вас поздравляю с началом лета и поздравляю с началом заготовки. Запомните, 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 помните за мой коктейн. Перенимайте этот опыт, этот ладь из витаминов, и будет вам здоровья, и будет вам счастье. И смотрите мой канал. Удачи вам. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok